Что мы получили, чего мы добились, выполняя эту операцию, когда повышаем давление на форсунке в два раза. Значит, так как плунжер создает большое давление топлива, то он имеет потери солярки за счет снижения своей гидроплотности, которая увеличивается по мере износа плунжера и значит увеличение зазора между плунжером и втулкой, или когда появляется царапина на плунжере. Солярка по этому изношенному пояску перетекает из надплунжером на пространство в отсечной канал. Таким образом, плунжер по мере износа дает солярке все меньше и меньше, а давление, которое он создает, падает. И в конце концов придет такой момент, когда плунжер уже не даст достаточного количества топлива для запуска мотора, так званого, значит, пускового кубика. И мотор уже тогда не заведется, и упадет максимальная мощность двигателя. Так вот, при повышении давления на форсунке в два раза, мы создаем такие условия, при которых плунжер имеет потери по гидроплотности больше, чем он их имеет при нормальных условиях работы. То есть, мы проверяем остаточный ресурс плунжера. Если, допустим, плунжер продавливает форсунку при давлении не больше 250 атмосфер, допустим, 260, он уже форсунку не продавливает, она не делает впреск. И этот плунжер рассчитан на работу с давлением в 142 атмосферы, значит, ресурс этого плунжера уже подошел к концу. В таком плунжере мотор еще будет заводиться и работать, но уже с трудом. Потому как проверку мы делаем на холодном моторе, а на горячем моторе солярка нагревается, стает более жидкой. И потери по гидроплотности значительно увеличивается. Поэтому моторы с изношенными плунжерами заводятся на холодные. Когда солярка вязкая, там, допустим, они заводятся при 200-250 атмосфер на плунжере. Этого ему хватает. А на горячую, когда мотор горячий, не заводятся. Когда солярка нагревается и становится жидкой. Потому что при нагретой жидкой солярке этого давления уже недостаточно. Большие потери. Горячей, разжиженной солярке проще просачиваться в образовавшиеся зазоры в неплотности к плунжеру. Поэтому большие потери. Ну и последний вопрос. Почему, если форсунка штифтовым распилителем, давление для проверки 400 атмосфер, а при многодырчатом 500? Потому что штифтовые распилители ставятся на моторах с раздельными камерами с гранями, которые рассчитаны на рабочее давление форсунки 120-150 атмосфер. А многодырчатые распилители ставятся на моторы с прямым впрыском, у которых форсунки рассчитаны на работу давлением 150-300 атмосфер. Поэтому для моторов с прямым впрыском многодырчатых, требования по гидроплотности для плунжеров выше. Поэтому один и тот же плунжер, изношенный, со штифтовым распилителем еще работать может. А если его поставить на мотор с распилителем многодырчатым, с прямым впрыском, там он же работать не будет. Ну и наконец, запомните, что давление в форсунке не постоянно. Но об этом будет другое видео. Подписывайтесь, узнаете.